Сейчас печальные новости приходят из самопровозглашенной ДНР. Минские договоренности снова под угрозой срыва. На этот раз обстрел Донецка из тяжелых орудий. Украинские войска провели операцию на окраине города. По сообщениям местных СМИ, по городу выпустили минимум 6 снарядов калибра 122 мм и 5 снарядов калибра 122 мм. Под огонь тяжелых орудий попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Сильно достался окрестностям Есиноватый. О пострадавших информации пока нет. Сейчас на месте работает мой коллега Сергей Макаренко. У него все подробности о прошедшей ночи. Как ты видела куда-то? Да не видела. Олег пришел курить на этот. Сейчас мы его увидим. Сергей, приветствую тебя. Скажи мне, пожалуйста, ответить на главный вопрос. Есть пострадавшие? Светлана, здравствуйте. По сообщениям Министерства обороны ДНР, один человек получил осколочные ранения. Был госпитализирован из Киевского района Донецка. Кстати, этому району ночью досталось больше всего. Точнее, микрорайону недалеко от шахты Засядька. И стоит сказать, что по мнению местных жителей, именно шахта Засядька была целью артиллеристов вооруженных сил Украины. Обстрел начался примерно в 12 часов ночи. Продолжился он достаточно долго. И за это время основной удар на себя принял многоквартирный четырехэтажный дом. Крыша этого дома выгорела практически полностью. Хорошо, что в Донбассе спасатели уже имеют много опыта для того, чтобы оперативно бороться с такими пожарами. Пожар был потушен достаточно быстро. И выгорела всего одна квартира. Кроме того, пострадало еще несколько многоквартирных, многоэтажных домов. Но ближе к часу ночи огонь переместился в другой район. Об этом немного позже. Сейчас предлагаю послушать те, кто пережил этот обстрел в Киевском районе. Ну, где-то, наверное, с пол первого. Что-то загрохотало, мы дома были. Первый взрыв такой сильный. Потом только грохнули. Мы все выбежали. Смотрим, крыша горит. Побала средний подъезд в последнюю квартиру. Позвонили пожарным. Пожарные, правда, быстро приехали. И мы сидели на улице, пока не тушили, где-то, наверное, до полтретьего. Каждый раз, каждую ночь прилеты. Каждая, постоянно эти обстрелы. Постоянно все-все уже от этого мы устали. Когда это все прекратится, мы тоже не знаем. Примерно в час половину второго ночи уже огонь переместился в Куйбышевский район. Затем в Петровский район. И, кстати, стоит сказать, что неспокойно было не только в Донецке. На юге ДНР, в Новоазовском районе, в поселке Коминтерного также фиксируется применение 152-122-мм гаубиц. Но информация о пострадавших оттуда пока еще уточняется. Неспокойно также было и на северо-западной окраине Донецка. Ясиноватый так называемый Ясиноватский пост ДПС или Авдеевская промзона. Там практически всю ночь вооруженные силы Украины не оставляли попыток приблизиться как можно ближе к позициям вооруженных сил ДНР. Но боестолкновение прекратилось буквально с рассветом. Я хотел бы еще напомнить, что уже несколько раз за этот месяц официальные лица ДНР заявляли, что в случае, если Киев все-таки не начнет соблюдать основные пункты минских договоренностей, то есть отвод крупнокалиберного вооружения и полное всеобъемлющее прекращение огня, ситуация рискует достаточно серьезно обостриться. Светлана, вам слово. Спасибо большое. Это был мой коллега Сергей Макаренко. Береги себя Сергей. Он находится в Донецке, где сегодня ночью город обстреляли из тяжелых орудий. Продолжение следует...